Если когда-то по Земле ходили динозавры, то, казалось бы, мы должны повсюду натыкаться на их кости. Но этого не происходит. Почему? Здесь нет никакого заговора. Дело в том, что поиски останков динозавров гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Да, кости динозавров существуют. Мы нашли их, тонны, и они были обнаружены на всех континентах, несмотря на то, что многие люди утверждают обратное. И неравномерное распределение этих доисторических сокровищ – простая причуда природы. Оказывается, окаменение – невероятно редкое явление. Оно происходит только при определенных условиях. Когда динозавр умирает, начинается его путь к окаменению. Туша должна быть погребена под осадочными породами, слой за слоем, создавая геологическую скороварку. Минералы проникают в кости, превращая их в камень. Этот уникальный процесс происходит в основном под водой, где осадочные породы, такие как песок и ил, могут изящно обволакивать павших гигантов. Именно поэтому динозавры, встретившие свой конец на Земле, редко становятся окаменелостями. Например, мы почти не находим окаменелостей видов, обитавших в джунглях и особенно в горах. Исследователи обнаружили, что многие окаменелости появляются в местах, расположенных вблизи озер или рек. Утонувшие во время наводнения или унесенные дождем, эти динозавры оказались в условиях, благоприятных для образования окаменелостей. Именно по этим причинам мы не обнаруживаем динозавров в каждом уголке планеты. Суровая реальность такова, что мы, возможно, никогда не встретим многих видов динозавров. Все из-за этих ограничений, связанных с окаменением, около 71% динозавров никогда не будет обнаружено. Мы даже не знаем, сколько видов мы потеряли из-за неподходящих условий. Если нам очень повезет, мы сможем найти в местных реках окаменелости горных динозавров. Но это очень редкий случай. Так что да, хотя динозавры и населяли земной шар, все окаменелости, которые мы нашли до сих пор, были обнаружены благодаря большой удаче. Это заставляет задуматься о том, сколько вообще жили динозавры. Существует миф о том, что их темп жизни напоминал черепаший. Люди верят, что динозавры жили веками, чтобы достичь колоссальных размеров. Забавно, но правда прямо противоположно. В действительности динозавры жили недолго и блистали, как рок-звезды. К сожалению, как только эти животные достигали рассвета, они часто оказывались на пути к окаменению, не успев раскрыть и весь свой потенциал роста. Интересно, что жизненные циклы динозавров совпадают с ритмом деревьев. Возможно, вы знаете, что по кольцам можно определить, сколько лет прожило дерево. Это правда, каждая пара светлых и темных колец равна одному году жизни. Как кольца рассказывают нам о деревьях, так и кости рассказывают о динозаврах. Исследователи изучают срезы костей под микроскопом, анализируя различные ткани, чтобы определить скорость роста. Толстые кольца означают быстрый рост, а узкие – более медленный. В животном мире размер обычно означает долгую продолжительность жизни. Поэтому некоторые люди задаются вопросом, действительно ли крупные динозавры жили дольше. По всей видимости, да. Большие динозавры – зауроподы, похожие на древних исполинов, вероятно, достигали своего пика в возрасте около 30 и 35 лет. После этого они могли жить еще несколько десятилетий. Для меньших динозавров, такие как проворные орнитоподы, жизнь была более стремительной. Они достигали своего окончательного размера примерно через 4-5 лет жизни. Но уже через 3-4 года эти мини-динозавры, если им не повезло, могли распрощаться с жизнью. Оказывается, многие динозавры не жили сотни лет. Большинство из них, даже огромные, редко доживали до 50. Это удивительно, если сравнить их с современными гигантами, такими как синие киты и слоны. Эти животные могут похвастаться продолжительностью жизни, схожей с человеческой. Синие киты живут около 80-90 лет, а многие слоны доживают до 60-70 лет. А ведь они не такие большие, как некоторые динозавры. Жаль, что динозавры так рано покинули нашу планету, и у нас нет возможности изучить их больше. И еще печальнее то, что динозавры были обречены с самого начала. Даже если бы случайный метеорит не упал на нашу планету, динозавры все равно вымерли бы. Метеорит Чиксулуп врезался в нашу планету 66 миллионов лет назад. На самом деле он не уничтожил всех динозавров, только не летающих. Остальные превратились в птиц. Да, некоторые из этих огромных существ превратились в крошечных цыплят и голубей, которых мы видим сегодня. Предполагаю, они понимают, что могут чувствовать волки. Но еще до того, как это произошло, Земля медленно готовила их к катастрофе. Последние исследования показывают, что эпоха, предшествовавшая столкновению с астероидами, была не совсем райской. Она скорее напоминала бурлящий котел экологических проблем. Ученые исследовали диканские трапы, один из крупнейших вулканических регионов на территории современной Западной Индии. Они разработали инновационную методику изучения прошлого через вулканы, измеряя концентрацию серы в горных породах. Так они выяснили, что диканские трапы, извергавшие миллионы кубических километров расплавленной породы, способствовали глобальным климатическим сдвигам. За 100 тысяч лет до падения метеорочек в Сулуп, температура на планете могла упасть на несколько градусов. Это резкое падение, скорее всего, было спровоцировано выбросами серы из диканских трапов. А это, в свою очередь, привело к довольно суровым и неприятным климатическим условиям. В итоге на Земле наступили вулканические зимы. Это усложнило жизни флоры и фауны и создало предпосылки для окончательного вымирания динозавров. Так что даже если бы не астероид, динозавры не продержались бы слишком долго. Долгое время ученые спорили, кто же уничтожил динозавров? Астероид или вулканическая активность? Что ж, технологии развиваются, и мы можем использовать их для ответа на этот вопрос. Система искусственного интеллекта, разработанная исследователями, предлагает свою точку зрения. Используя более сотни процессоров с геологическими и климатическими данными, ИИ исследовал ископаемые и более 300 тысяч возможных сценариев, чтобы найти истину. И по мнению машины, вулканическая теория гораздо более правдоподобна. Система сообщила ученым, что изменения климата, необходимые для массового вымирания, вероятно, были вызваны исключительно диканскими трапами, даже без удара астероида. Извержения вулканов совпали с границей мелового и палеогенового периодов, начавшей за 300 тысяч лет до астероида. И это продолжалось в течение длительного периода. Но вопрос о том, что более достоверно, мнение человека или искусственного интеллекта остается открытым. Некоторые ученые настроены скептически, говорят о возможной предвзятости ИИ. Но исследователи, возглавлявшие проект, в восторге от новизны своего метода и его потенциала для изучения других периодов истории Земли. Тем не менее, вероятно, потребуется еще некоторое время, чтобы люди начали доверять ИИ. Мы уже упоминали, что нелетающие динозавры пережили это апокалиптическое событие. По какой-то причине ни вулканы, ни астероид не уничтожили все на нашей планете. Многие животные выжили, эволюционировав в млекопитающих. Растения продолжили процветать. Растения пережили падение метеорита даже лучше, чем животные. Катастрофа уничтожила примерно 75% земных видов, не говоря уже о всех отдельных потерях. Тем не менее, многие растения выжили. Около 78% наших видов растений обязаны своим существованием их стойким предкам. К сожалению, растения не превращаются в окаменелости так же легко, как животные. И мы уже знаем, что этот процесс тоже не является быстрым и обычным. Поэтому исследователям пришлось обратиться к эволюционным деревьям. Они проанализировали до 73 тысяч сохранившихся видов растений. Результаты показали удивительную историю эволюции. Оказывается, после великого вымирания хитрые растения воспользовались возможностью точно так же, как млекопитающие, которые поднялись на вершину после эры динозавров. Крупнейшие семейства, такие как мята, магнолия и орхидея, не только сосуществовали с динозаврами, но и процветали после их вымирания. Секрет их успеха заключается в том, как они смогли адаптироваться к опылению. Им было все равно, опыляются ли они ветром, насекомыми или чем-либо еще. Они буквально использовали ресурсы отовсюду, где могли их найти. Благодаря этой потрясающей способности к адаптации, которую ученые называют силой цветов, их наследие живет и процветает до сих пор.